Как раз-таки к вопросу комментарий, да, какая-то там очередная остроумная девочка, да, появилась, которая написала мне о том, что Ах, Дмитрий, судя по вашим комментариям и просмотрам и подписчикам, да дело не в этом. У Ноя подписчиков вообще не было. Вы понимаете? У Иисуса было 12 учеников. Он весь мир спасал. Вот и все. Дело не в просмотрах, не в подписчиках. И просмотры, и подписчики сразу у меня появятся, когда начнется жесть, да, к которой мы идем. То есть время на поколение заканчивается, и тогда сразу все ломанутся в горы, да, до тех, до кого дойдет раньше, раньше ломанутся. Здесь дело не в подписчиках. Дело не в просмотрах сейчас, в данный момент. Я передаю информацию. Опять же, к вопросу времени великой скорби, да, оно не начнется сразу. Вы должны понимать, что сейчас мы, вот все, кто евангелисты, да, библисты, призывающие вас к Господу Богу, теперь к тем, кто не с Господом Богом, да. Проблема в чем? То, что если вы не успеете прийти к Богу, покаяться до времени великой скорби, у вас время на покаяние закончилось. То есть вы будете убиты во время великой скорби. А что время великой скорби? Помимо того, что сатана будет сворачивать вам головы, да, вы будете видеть какие-то страшилки непонятные. Он мне это все показывал, я все это знаю, я не просто так-то говорю. Помимо этого еще будет война, да, она будет нарастать, это война, война будет идти. Но если вы накладываете на себя руки, о чем я говорю в фильме Иуда, А вот это главная цель сатаны, чтобы вы на себя наложили руки и домой не попали. Вот в этом большая проблема. И все, уже все, я не могу, эти люди, они ходят за мной, они меня убить хотят. Всего неделя, я клянусь, я не знаю, смогу я или нет, там это нужно было вместе так мотаться. Начался ад в моей жизни с дня 3-4, то есть что означает, да, мы постепенно будем опускаться в ад, Поэтому, ребятки, времени на покаяние мало. Вы понимаете, да, чем раньше, тем лучше вы заключите завет с Господом Богом. И еще раз повторяю, для тех, кто сомневается во мне, я не зову вас к себе, я не зову ко мне приходить, нет. Вы сидите дома с Библией, покупаете Библию тех, у кого нету, и начинаете изучать ее. Я к этому вас призываю, да, и не читайте никаких Елен Уайт и уберите иконы из своих домов. Только вы, Библия, вот к чему я вас призываю, в духе и в истине. Вы должны меня услышать сейчас, да, то, что это никакая попытка там собрать народ, нет. Как раз-таки к вопросу комментарий, да, какая-то там очередная остроумная девочка, да, появилась, которая написала мне о том, что, а, Дмитрий, судя по вашим комментариям и просмотрам и подписчикам, да дело не в этом, у Ноя подписчиков вообще не было. Вы понимаете? У Иисуса было 12 учеников, он весь мир спасал. Вот и все. Дело не в просмотрах, не в подписчиках. И просмотры и подписчики сразу у меня появятся, когда начнется жесть, да, к которой мы идем. То есть время на покоение заканчивается. И тогда сразу все ломанутся в горы, да, до тех, до кого дойдет раньше, раньше ломанутся. Здесь дело не в подписчиках. Дело не в просмотрах сейчас, в данный момент. Я передаю информацию, пытаюсь спасти вас. Вот это и есть. Я сейчас в какой-то колбе нахожусь, давайте скажем так, да. Я все тот же Дмитрий Асташонок, все та же моя мама, все те же мои друзья, все тот же мир. Но я сейчас в колбе, где 10 человек, это 100% населения. То есть 20 людей, ой, 2 человека, это 20% населения я уже взял. Мы уже взяли. Я в колбе, где один человек, ну, например, 12 учеников, да, один человек, это олицетворение одной категории людей. Второй ученик, это олицетворение другой категории людей. Опять же, да, я повторю, что Иисус отобрал 12 учеников. Каждый ученик, Иисус как Бог, каждый ученик олицетворение определенной категории людей. Я еще раз это повторю, потому что это важно, да. То есть Иуды, это олицетворение вот этих людей, которые неправильные люди, которые делают неправильные вещи, которые сидели, убивали, воруют, разбивают сердца, гадают и прочее, прочее, прочее. Иисус от начала знал, кто суть неверующие, и кто скоро предаст его. То есть те люди, которых сторонится социум. Петр, это те, которые отреклись, пришли, ушли, пришли, ушли, но в итоге пришли и так, что на них церковь строят. Вы понимаете? Каждый ученик, это олицетворение какой-то категории людей. Третий ученик опять церковь, это олицетворение третьей категории людей. И опять же, да, вспомните то, что Иисус, по нему никто не мог сказать, что он Бог. Он не светился нигде, крыльев у него не было, да. Он был просто человек. Он воскрешал людей из мертвых, а его распяли. Что вы хотите от меня? Шестой. Он подходит к Петру, да. Он не подходит к Иоанну. Он не подходит к Филиппу. Он не подходит ни к кому из них. Он подходит к Петру одному. Да, но помыл всех. Да, вот. И даже у него в одной комнате с 12 учениками была та же тема. Вы понимаете? Что он только с Петром отработал, но отработал со всеми одним полотенцем. Что есть знание истинное от отца. То есть у меня 10 человек, это 100% населения. Поймите, попытайтесь это понять. Поэтому я говорю, что дальше будет еще сложнее. И еще мы растем с вами. Из первого класса мы уже перешли в какой-то там, скажем так, третий. Вы понимаете? Поэтому то, что вопрос меньшинства, забудьте про это вообще. Не думайте об этом уже все. Мы дальше бежим. Вы понимаете, какими шагами поднимаемся в горы? Мы уже бежим. Поймите, услышьте меня, насколько это все глобально. То есть 20 человек, 2 человека и 20% населения. Получается 20% мира. Да, потому что Библия открыта только мне. Последние 2000 лет никто не толковал так Библию, как толкую ее я. Я просто должен это сказать, потому что, когда вы пристанете пред судом, вы не сможете говорить, что вы не знаете. Что вас не предупредили об этом. В этом и суть. То есть один человек услышал в христианстве, вот то, что я сейчас говорю. И 4 человека, мусульманина. Это проповедано по всей вселенной. Мои овцы, говорит Иисус, меня услышат. Понимаете, у меня здесь нет задачи для кого-то доораться, достучаться. А я здесь для того, чтобы кликнуть их. Понимаете? Глаз я, выпивающий в пустыне. Так и есть. Все уже, мне все объяснили. Я не царь и бог. Но я пришел с миссией, которую я закончил. Значит, имею право говорить, значит, знаю. Не хотите, не слушайте. Выключите это кино, идите в бар, посидите попить пиво. Мы на планете свободного выбора. Не нравится, не ешь, иди. Только подумай, что ты теряешь, и когда у тебя все закончится? Закончится очень скоро, а теряешь ты вечно. В законе вашем написано. Свидетельство двух человек. Свидетельство истинное. Я сам свидетельствую о себе, и отец, пославший меня, свидетельствует обо мне. Истинно вам говорю, принимающий того, кого я пошлю, принимает и меня. А принимающий меня, принимает пославшего меня. В последние две тысячи лет никто не толковал так Библию, как толкую ее я. Это называется уникальность. А не шизофрения. Как я уже давно говорю, не только для христиан. Ассаму алейкум, мои братья и сестры, мусульмане. Ну и теперь уже будет логично говорить шалом. Той, собственно, одной трети иудеев, олицетворением которых является Нафанаил. Коран он мне открыл. Второе слово, третье слово Господа Бога. Вот это и есть звезда утренняя. Именно по этой причине я вам возвещаю будущее. Потому что он открыл мне Коран и Библию. Все повторяется, друзья мои. Все повторяется. Иисус пришел, как Бог, да? Бог послал Бога в виде человека, которого потрогать можно было. И никто не знал, что он Бог. В этом-то и смысл. Я вам тут кричу, я посланный от Бога, да? Чтобы вы слова его передать. Те, кто услышит, он Духом Святым ходит тут сейчас и это раздает печати. Еще раз, да? Глаз я, выпьющего в пустыне. Я не Иисус в пустыне, я глаз, выпьющего в пустыне, чтобы до вас донести. Да, что все. Раздача печати начата. Они стали брать камни, чтобы бросать в него. И дайте мне знать в ваших комментариях, если кому-то удалось спасти хотя бы одну жизнь, путем миллионов накрученных просмотров, лайков и подписчиков за тысячу рублей. Я не могу. Эти люди, они ходят за мной. Они меня убить хотят. Они не представляют нас вообще реальные и серьезные. Простите, это моя голова. Естественная реакция. Вы видели? Страшно. Страшно сейчас. Но если он приблизится, страх пропадает. Немеленно. И тогда получается борьба за выживание просто. Матрица, ребята. Матрица! Селился? На! Мочись! Все, нет сказки больше. Я знаю, что меня сейчас убьют на улице. А мне говорят, типа, Нет, все не может остаться. Фредерик, да если я погибну сейчас. Я не за себя. Я за мать свою, за твою. За тебя. Я не пофигу, вон, на себя всю эту неделю, я клянусь. Ты мне говоришь, что ты не можешь себе ночевать. С другой стороны. Такие могут быть обиды вообще на него. Он обычный человек. Human. Он не представляет. Он не представляет. Я все равно хожу, шарахаюсь. После такой закалки. Пятидесят недельный. Все, просто в один момент шамбяк. Пять месяцев копилась информация. Люди говорили запутанно. Людей было много. Не знаешь, где твои, где что. И в один момент хоряк. А сейчас мне, наверное, защита. И меня видят люди. И я их вижу. Потрогать их могу. Только теперь в мое биополе ни одна скотина не ворвется. Никто из черных никогда в жизни вообще на этой земле до скончания этой земли и перескончания этой земли и вообще по кругу, и заново в мое биополе защиты никто не войдет. Вот в чем важность защиты. Прикиньте, что оказывается. Мы свет, мы идем. Они даже вот понимаете, они не знают от этого. Ты не чувствуешь биополе? Да свет, ты же не чувствуешь. Ну вот мой. Мой свет, ты чувствуешь? Нет. Ты не чувствуешь. Но они даже вот так вот. Я вот буду идти здесь, а он будет эльтамана черная. будет вон, где вон та стена. То есть мы еще даже друг друга не видим вообще. Вижу два раза вот так и три раза вот так. Они сами того не зная, будут переходить дорогу, что-то еще, что-то еще, что-то еще. Свет проходит, только свет. Именно по этой причине. Я всю жизнь гулял по ночам. Ничего там не случилось. Тарабарабам. Ничего там не случилось, случается только с теми, у кого света нет. Представляете, я всю жизнь жил. У меня мысли одна, потом вторая, вот когда я всегда думал, что рыба. Ну, потому что рыба. Вот уже на третью тему перешел, смотрите. У меня там всю жизнь. Я начинаю что-то одно. Потом, давайте, парень, например, я начал рисовать. Два штриха сделаю, еще картину нарисую. Два штриха сделаю, такой чайник хочу поставить. Пошел чайник ставить? Чайник поставил, уже смотрю, прохожу мимо, там какая-то ткань лежит, подбираю ткань, думаю, что еще что-то обрежу. Начинаю резко, кто-то позвонил, я хожу разговаривать, начинаю делать что-то. И в итоге у меня за целый день 150 дел начато было, и ни одно не закончено. Впервые в жизни я начал дело. И я его закончил. Как прекрасно, что оно длилось неделю. А то не знаю, что-то переключился куда-нибудь. А что я говорил? Самая жесть началась у меня где-то на третий-четвертый день. То есть это все. Я понимаю, что я буду убит. У меня все, мое образование вот это недельное, на глазах стояла только одна моя бейсболка. Trust no one. Не доверяй никому. А я спытаюсь, спытаюсь, у меня бейсболка. Пытаюсь, у меня бейсболка в глазах. Два дня мне надо было убедить себя, что все, Дим, ты один. Всего неделя, я клянусь, я не знаю, смогу я или нет. Там это нужно было вместе так мотаться. Начался ад в моей жизни с дня третьего-четвертого. То есть, что означает, да, мы постепенно будем опускаться в ад. Поэтому, ребятки, времени на покаяние мало. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.